МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня и я, ее ведущий, Максим Самойлов. О главных новостях к этому часу расскажем прямо сейчас. В этом выпуске вы узнаете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чиновницу мэрии Оренбурга подозревают в получении крупной взятки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Орске на пожаре спасли 10 детей. Что стало причиной ЧП? Запущены ли лифты, которые, по указанию Дениса Паслера, должны были заработать еще 26 февраля? Корреспонденты ОРТ узнали у жителей. Оренбуржцы плачут из-за холода в квартирах. Почему в домах на проспекте Победы нет тепла? Погоня в стиле голливудского боевика. В областном центре развернута спецоперация с угоном и перестрелкой. Испуганная и раненая. Как в Оренбурге спасали косулю? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В управлении ЖКХ администрации Оренбурга прошли обыски. По официальным данным, это совместная операция областного следственного комитета и отдела экономической безопасности МВД. Сообщается о задержании одного из чиновников. Речь идет о начальнике отдела технического контроля программ ЖКХ Ольге Ивашенко. Информацию о задержании подтверждают в администрации города. По версии следствия, чиновница получила крупную взятку – более 500 тысяч рублей. За эти деньги она должна была осуществить приемку, подписать акты выполненных работ по нескольким муниципальным контрактам. Оперативники провели обыски не только на рабочем месте, но и по месту жительства Ивашенко. В Следственном комитете области заявили о возбуждении уголовного дела. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МКУ ЖКХ, которое подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получения взятки в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. В Орске пожар в многоквартирном доме едва не привел к трагедии. Экстренно эвакуированы 16 человек, среди которых 10 детей. Известно, что ЧП произошло минувшей ночью на улице Крайней. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Горела квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Подъезд заволокло густым дымом. Спасатели приняли решение эвакуировать людей и помогли жильцам выйти на свежий воздух. В результате проведенных боевых действий по тушению пожара спасено 16 человек. Из них 10 детей. Травмируем 1 человек. На месте пожара работало 4 АЦ, 1 АЛ-30, 1 ствол РСК-50, 2 звена ГДЗС. Площадь пожара составила 15 метров квадратных. Мужчина, получивший травмы, госпитализирован. Причины пожара выясняются. В Оренбурге, в домах по улице Чкалова, новые лифты пока так и не запущены в работу. На момент выхода этого выпуска в эфир люди так и продолжают жаловаться, что их проблема не решена. Лифты запущены, но не во всех домах. Жители домов уже жаловались главе региона. Денис Паслер дал приказ решить проблему в кратчайшие сроки. Десять домов, которых в прошлом году заменили 45 лифтов, до сих пор терпели неудобства. Новые лифты не работали с начала года. Вопиющий случай поручил всем причастным к этой ситуации решить проблему в течение суток. Такую запись опубликовал губернатор в своем инстаграме 25 февраля. Однако по некоторым адресам лифты до сих пор не запущены. Наш корреспондент застал жителей одного из домов в ожидании инспекторов Ростехнадзора. Лифты здесь отключили еще в конце октября прошлого года. Ремонтные работы завершили в декабре. Но жильцы дома до сих пор поднимаются на верхние этажи пешком. Едварь, февраль, март наступил. Хоть праздничный подарок женщинам сделали бы. Дело в том, что никто не повесит достоверную информацию, почему не работают лифты. Просим фонд, просим подрядчиков, никто не вешает. Как сообщили в фонде модернизации ЖКХ, 40 лифтов были приняты и запущены накануне вечером. Сегодня продолжается осмотр еще пяти объектов по трем адресам. Мы следим за развитием событий. Между тем, в областном центре уже стартовал ямочный ремонт автомобильных дорог. Его делают литой асфальтобетонной смесью. Насколько оправданы такие технологии и не нарушают ли специалисты ГОСТы, работая при низких температурах? В этих вопросах вместе с экспертами разбирается Ольга Энгельс. Материал готовится к эфиру. Подробности в вечернем выпуске новостей. Перейдем к свежим данным по коронавирусу. За минувшие сутки, по официальной информации Федерального оперативного штаба, в регионе от COVID-19 скончались 6 человек. С начала пандемии умерли 615 жителей области. Общее число заразившихся за все время – 37 754. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 80 человек. За сутки выписали 123 человека. Сейчас прервемся. Далее в программе вы узнаете. Оренбуржцы плачут из-за холода в квартирах. Почему в домах на проспекте Победы нет тепла? Погоня в стиле голливудского боевика. В областном центре развернута спецоперация с угоном и перестрелкой. Испуганная и раненая. Как в Оренбурге спасали косулю? Это новости дня. Мы продолжаем. Цены на продукты в России за 2020 год выросли больше, чем на 8%. Такие данные публикует Росстат. При этом ряд зарубежных экспертов сообщают, за этот же период в Европе продукты подорожали чуть выше, чем на 1%. Агентство Bloomberg включило Россию наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией в число горячих точек по росту цен на продукты. В Министерство экономики России аналитику агентство назвали спекулятивной и заявили, что цены на продукты растут не быстрее, чем в других странах Европы. Сильнее всего за прошлый год на российских прилавках подорожали овощи. Цены на них выросли на 17,5%. Кроме того, в регионах России заметно подорожали фрукты 13,5%. И сладости – это сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – прибавили в цене 13,7%. Наименьший рост среди основных продуктов питания пришелся на мясо. Также меньше остальных росли цены на молочные продукты и яйца. Российские эксперты считают, что одна из причин более высокого роста цены на продукты по отношению к европейским показателям кроется в разнице валют. Евро смог сохранить свои позиции по отношению к доллару на торгах в 2020 году, в то время как российский рубль продолжил дешеветь. Потому включать Россию в список стран с неблагоприятной ситуацией по росту цен некорректно. Росстат приводит сравнение роста цен в России и странах Евросоюза на продукты в течение января этого года. На улице мороз, а батареи едва греют. Что делать? С таким вопросом в редакцию ОРТ обратились жители дома номер 144А по проспекту Победы в Оренбурге. Почти два месяца температура в квартирах не поднимается выше отметки в 16 градусов. Чтобы не быть голословными, люди показывают термометр. Теплый халат, штаны, носки. Но и они не спасают от холода, признается Наталья. Приходится включать обогреватель. На протяжении полутора месяцев она обращается в различные инстанции. Однако ответной реакции не последовало до сих пор. ТСЖ не реагирует вообще никак. Я звонила полтора месяца. И в ТСЖ, и в администрацию, и в ГЖИ, и в тепловую компанию. Они меня гоняют по кругу. Сепловики говорят, мы даем отопление до дома дальше ТСЖ. ТСЖ говорят, сепловики убавляют отопление, у них норма. И вот такой замкнутый круг. А это уже счета в квитанциях. За однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр Наталья вынуждена платить больше 2000 рублей. И это только за отопление. Какая температура по нормативу должна быть в жилых помещениях и кто за это отвечает? Подробности уже в вечернем выпуске новостей. Материал готовится к эфиру. Погоня в стиле голливудского боевика. На улице Терешковой областного центра прямо на глазах проезжающих мимо водителей разыгралась целая спецоперация с угоном и перестрелкой. Работу сотрудников полиции зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как инспекторы ГАИ останавливают белый седан. Спустя мгновение появляются еще два автомобиля. Они пытаются блокировать легковушку с двух сторон. Из фургона выбегают сотрудники спецслужб. Реакция водителя молниеносна. Он срывается с места, таранит машину экипажа ДПС и сбивает с ног одного из оперативников. В ответ правоохранители открывают стрельбу и организовывают погоню. В региональном ОМВД пока не раскрывают все подробности спецоперации. На данной видеозаписи записирована работа сотрудников полиции по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Иная информация не распространяется. По данному факту, добавляют в ОМВД, сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия. О спорте. В Оренбурге проходит чемпионат России по самбо. На крупнейший турнир к нам съехались около тысячи гостей, борцов и тренеров. Подробнее о новостях спорта расскажет мой коллега, спортивный обозреватель Анатолий Юденич. Спасибо, Максим. Совсем недавно в нашем городе проходило глобальное спортивное мероприятие – чемпионат России по боксу. И вот спустя три месяца на арене СКК Оренбуржья вновь проводится чемпионат страны. На три дня Оренбург – столица российского самбо. Нынешний национальный чемпионат посвящен 60-летию первого полета человека в космос. И почетными гостями соревнований стали прославленные летчики-космонавты. Я помню звонок этот. Спасибо большое. Мы решили посвятить этот чемпионат героям космоса. 60 лет Юрию Алексеевичу Гагарину в Оренбурге. Ты как? Это мой первый визит, поэтому первое, что я сказал, сразу – да. Не так давно самбо получило признание Международного олимпийского комитета. И сейчас чемпионат впервые проводится по новым международным правилам. Наш вид спорта переживает настоящий бум. Сейчас на турнир собрались более 700 спортсменов. И это после серьезнейшего отбора в своих регионах. На четырех коврах борются мужчины и женщины, а также специалисты боевого самбо. Спортивный уровень просто запредельный. Практически в каждой весовой категории заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Рассчитывала на большее. Я хотела быть первой. Но медаль одна, нас много. Каждый год нарастает новое поколение и нужно трудиться в два раза больше. В условиях невероятной конкуренции любая медаль – успех. Первую награду для Оренбуржья – бронзовую. В воскресенье завоевала бузулучанка Елена Хакимова. В третий, завершающий день соревнований, наши флаги будут защищать сразу семеро. В том числе в боевом самбо чемпион Европы по ММА Саламат Избулаев. Завершились 21-е зимние сельские игры «Оренбургская снежинка». В новых условиях финальные этапы по видам спорта проходили в различных районах области. Последние комплекты медалей разыграли в бузулуке футболисты и хоккеисты. И там, и там первое место занял Оренбургский район. Второе место – Пономаревский. С учетом остальных видов, в группе муниципальных образований с населением до 20 тысяч человек победил Тюльганский район. Среди более крупных – общекомандное первое место, как обычно, досталось Оренбургскому району. Всего в финалах поучаствовали более 2,5 тысяч сельских спортсменов из 32 муниципалитетов. Рестарт чемпионата футбольной национальной лиги огорошил наших болельщиков. На домашнем стадионе Оренбург проиграл Воронежскому факелу и проиграл по делу. Ожидаемого преимущества хозяев не было в течение всей игры. На 17-й минуте череда ошибок наших защитников привела к нелепому голу. Однако в середине первого тайма счет сравнялся. В результате хорошей комбинации головой в угол точно пробил Андрей Козлов. Оренбуржцы должны были забивать еще, но проблемы с реализацией никуда не делись. А воронежцы совершенно не тушевались перед фаворитами. В начале второго тайма они откровенно простили хозяев. Дважды подряд на пути мяча в пустые ворота оказался Сиваков. Но вскоре факел опять вышел вперед. Никто не помешал пройти по центру и пробить форварду гостей Дмитриеву. В дальнейшем Оренбург имел все возможности спасти встречу. Стопроцентный момент в концовке был у Воробьева, но второй бомбардир лиги сплоховал в убойной позиции. В итоге 1-2. Претендент на выход в премьер-лигу не смог справиться с командой, занимающей 16-е место в таблице. В следующем туре в субботу Оренбург сыграет в Ярославле с идущим последним шинником. Волейболисты Оренбурга тоже проиграли дома команде под названием «Факел». Одному из сильнейших клубов Суперлиги из Нового Уренгоя. 1-3. После двух сетов равенство и по игре, и по счету. А потом условия полностью диктовали сибиряки. Максим. Анатолий, спасибо. Смотрите спортивные события в каждом выпуске программы. И в заключении наша рубрика «Попали в сеть». На этот раз в кадре испуганная косуля, которая каким-то образом оказалась на территории президентского кадетского училища в Оренбурге. Животное выглядело сильно напуганным, истощенным. Воспитанники кадетки развернули целую спасательную операцию по спасению парнокопытного. Сняли все на видео и разместили историю в социальных сетях. На кадрах видно, напуганная косуля бегает между корпусами училища, ищет выход на теле животного раны. Видимо, их гостья получила во время попытки перепрыгнуть через забор режимного объекта. Но специалисты предполагают, здоровью животного царапины не угрожают. Сотрудники училища провели настоящую спецоперацию по отловлю косули. Связали животное и вывезли из города. Беглянку выпустили в ближайший лесной массив в охраняемую пойменную зону. Там она не встретит охотников и быстро восстановится. Отметим, только за последний месяц это уже второй случай появления косуль в областном центре. Неделю назад дикое животное видели на улице Красина. Вот только дальнейшая его судьба неизвестна. По словам зоологов, такое поведение для диких парнокопытных не характерно. И скорее всего сложилось из нескольких факторов. Все-таки, наверное, ее кто-то преследовал, поэтому она сюда забежала. Я думаю, что с кормом больших проблем нет у косуль. Вот если она от предела населенных пунктов заходит, то это обычно вот в результате преследования какого-нибудь. Собаки могли загнать. Не исключают зоологи и вариант с браконьерами. Рассматривают и другую версию. Выйдя из леса и увидев машину, косуля могла испугаться. Поэтому советуют во время встречи с дикими животными им не сигналить и не мешать. Тогда лесные гости сами найдут дорогу домой. На этом наш выпуск завершен. Не переключайтесь. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Напомню, эту и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Здравствуйте. Чем нас порадует погода в предстоящие сутки? Я расскажу вам через несколько секунд. Домашняя горнолыжка в гребенях приглашает любителей активного отдыха. Бархатный сезон продолжается. Склоны идеально подготовлены. Можно покататься на горных лыжах. Сноубордах и тюбингах. Пожарить шашлык и просто провести чудесное время на свежем воздухе, большой компанией и дружной семьей. Для вас работают квалифицированные инструкторы и прокат качественного снаряжения за здоровьем в гребене. И это всего 15 километров от города. Сегодня ночью Оренбуржья хватит холодная воздушная масса. Минимальные температуры значительно понизятся. Днем же к западным границам области приблизится теплый атмосферный фронт. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. В восточных районах небольшой снег, местами слабый туман и изморозь. Ветер юго-западный ночью 2,7, а днем 6,11 метров в секунду. Ночью по области 22,27 ниже 0. На востоке минус 14, минус 19 градусов. А днем от минус 4 до минус 9, на востоке до минус 15. По районам подробнее. Запад минус 15,18 ночью. И от 4 до 7 градусов морозы днем. Центр юг ночи 22,25 ниже 0. А днем минус 7, минус 10. На севере ночью 24,27 со знаком минус. А днем от минус 5 до минус 8 градусов. Ну и на востоке 15,18 со знаком минус ночью. А дневная температура составит 12,15 мороза. В выставочном зале Музея изобразительных искусств по адресу улицы Володарского, 13, в Оренбурге работает выставка заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Шлеюка «Лето зимой». Выставочный проект включает в себя живописные работы, выполненные на пленэрах различного уровня. На выставке представлено свыше сотни работ, написанных художником за последние 35 лет. Искусство Анатолия Шлеюка ориентировано на высокие достижения художественной культуры современности. Выставка работает по 14 марта. Не пропустите. В Оренбурге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем снег и метель. Ночная температура составит 22-24 мороза, а дневная от минус 7 до минус 9 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет сильно падать. Фотограф Александр Мирзаханов проводит индивидуальное обучение фотомастерству в собственной фотостудии в городе Оренбурге. Учеником может стать желающий любого возраста. Занятия проводятся по индивидуальному гибкому графику. План занятий составляется также индивидуально, исходя из ваших базовых знаний, навыков и расчетов на глубину изучения фотомастерства. Телефон для записи на занятия 27-97-38. В рубрике не только о том, как восполнить энергию. Есть вещи, которые не только захламляют наше жилое пространство, но и при этом забирают нашу энергию. Дом должен быть чистым не только для того, чтобы было приятно осматривать аккуратно сложенные вещи в шкафу и начищенную до блеска посуду, но и для того, чтобы наша энергия постоянно восполнялась, а не утекала. Ничто новое и ценное не придет в нашу жизнь, пока в ней нет свободного места. Следовательно, необходимо избавиться от всего, что тянет назад в прошлое. А вот с чего следует начать, я расскажу вам ровно через сутки на телеканале ОРТ в рубрике «О погоде и не только». Субтитры создавал DimaTorzok